Ну а как вы считаете, кого предал, продал или слил Геннадий Андреевич Зюганов? Вот Николай Николаевич Платошкин говорит о десятках миллионов людей, которые поверили, проголосовали и вывышали даже на митинги протеста. В принципе, если есть десятки миллионов человек, это было бы очень неплохо, в принципе, согласитесь. Только вопрос. Геннадий Андреевич Зюганов обладает таким феноменальным авторитетом, что после его слов все взяли и разошлись? Нет, я, конечно, понимаю, Геннадий Андреевич считает Христа первым коммунистом, но сам ведь Моисеем не является. Это Моисей мог сказать, Израиль по шатрам, и все разошлись. Геннадий Андреевич вряд ли бы развел массу народов в таком количестве, как десятки миллионов. Это во-первых. А во-вторых, полколичества людей, которые выходили в регионы, это десятки людей, по-небольшем случае сотни. В Москве было побольше, ничего не говорил. Есть люди, которые могут выйти, отстоять свои права. Есть те, кто особенно пострадал. Это бюджетники, которые были принуждены голосовать в регионном через портал госуслуги. А теперь те, кто проголосовал неправильно, по информации вот есть, их заставляют уволиться. То есть, что получается? Нарушена тайна голосования? Это госуслуги, оказывается. Все, кто как проголосовал, все информации есть, и власть уже устраивает просто чистки. Казни, на мой взгляд. Казни тех, кто проголосовал не так, не за тех подолков, под лицом, за которых требовалось от них. Проголосовали не так, как считают нужным. Есть другой вариант. КПРФ не признает эти выборы и сдает мандаты. А дальше что? Вы думаете, будут перевыборы? Да не будет перевыборов. Эти мандаты будут распределены между партиями, естественно, в Шестовом и Шестовом и Днем Россией. И дальнейшие шаги какие? Кто-то скажет, Геннадий Андреевич, дайте мне винтовку, я пойду на штурм Зимнего Кремля, еще чего-то. То есть смысл-то в чем будет? КПРФ исчезает, а дальше кто-то что-то будет делать, кто-то за кем-то собирается куда-то идти, когда говорят о том, что КПРФ слили выборы в 96-м году. Вот сейчас выборы прошли, у нас у всех есть на руках телефоны, гаджеты, в которых есть видео и фотокамеры. В 96-м году этого не было. Но там на что планировали заснять фальсификацию? На автопарад смена? Видеокамеры их было минимумом, они, наверное, были громоздкие. Даже сейчас, когда мы можем снять тысячи роликов с фальсификациями, до судов сколько доходит и сколько отменяется? То есть путь в скверцинских судах это не работает. И куда вы кого-то предлагаете вывезти? Да и кто из вас готов выйти? И куда вопрос? Если на выборы пришло менее половины избирателей, а по многим участкам меньше 30%. Я не считаю вот этих панфиловских мертвых душ.